Глава двенадцатая Второй книги про Лепоминон Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На пятом году царствования Раваама Сусаким царь Египетский пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. С тысячей двумя стами колесниц и с шестьюдесятью тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Левиянам, Сукхитам и Ефиаплянам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей Пророк пришел к Равааму и князям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, — Так, говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму. И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, — Праведен Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано, — Они смирились. Не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. И пришел Сусаким царь египетский в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца, притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. Сорок один год было Равааму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его — Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Раваамовы первые и последние, описаны в записях Самея Пророка и Адды Прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Иерваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова